Голос России Традиция у нас уже установилась, мы работаем в эфире, привязывая разговоры и, разумеется, приглашая собеседников под эти разговоры в связи с какими-то датами, с какими-то событиями вокруг России в ее современности, в ее истории. И на этот раз, как всегда, дату искать не пришлось, она совершенно очевидна. 22 июня наша страна отмечала День памяти и скорби. Это день начала Великой Отечественной войны. Этот день установлен указом президента России, тогда еще Бориса Николаевича Ельцина, в 1996 году. И аналогичные события, аналогичные мероприятия организуются в этот день в Белоруссии и на Украине. За это отдельное спасибо нашим соседям. В этом году День памяти и скорби отмечался примерно в том же режиме, как и обычно были. Приспущены государственные флаги. Средством массовой информации была высказана традиционная рекомендация в этот день как-то ограничить развлекательные мероприятия, передачи, рекламу и так далее. Но в этот день, в этом году День памяти и скорби был ознаменован еще одним событием. В подмосковных мытищах открылось федеральное военное мемориальное кладбище. Таким образом стартовал проект, который тоже задумывался даже не годы, а десятилетия назад. И, разумеется, это федеральное мемориальное кладбище будет предназначено в первую очередь для героев, чья судьба связана с обороноспособностью нашей страны, с ее военной историей. Хотя предполагается, что на этом мемориале будут находить свое последнее пристанище и другие знаменательные личности, люди, которые особым образом внесли вклад в историю нашей страны, в ее, еще раз повторю, прошлое, настоящее и будущее. И мой сегодняшний компетентный собеседник, которого я с удовольствием представляю, Наталья Валентиновна Белоусова, начальник управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Но мы обязательно сейчас поговорим о том, откуда появилось это управление и какими оно занимается задачами. Но согласитесь ли вы со мной, что сам факт открытия вот этого федерального военного мемориального кладбища, это событие, которого давно ждали в нашей стране и те, кто занимаются мемориальной работой, и, разумеется, те, кому просто дорога отечественная история. Да, конечно. Здравствуйте. Я хотела бы поблагодарить за то, что вы пригласили сегодня встретиться и обсудить такие важные проблемы. Важные и самое главное, что они очень близкие всем. Конечно, открытие кладбища – это очень знаковое событие, и оно состоялось, мы очень долго этого ждали. И сейчас мы понимаем, что здесь у нас, в Российской Федерации, есть то место, где найдут свой покой военнослужащие и другие граждане Российской Федерации, которые погибли при защите Отечества, и, как вы правильно совершенно сказали, те, которые имеют особые заслуги перед государством. Церемония показывалась по телевидению, принимал участие министр обороны Российской Федерации и многие другие знаковые люди. И с моей точки зрения, с точки зрения гражданина Российской Федерации, нам действительно такого мемориального кладбища не хватало. Я лично, это подчеркиваю, моя личная точка зрения, считаю, что со временем на этом мемориальном кладбище могли бы найти свой вечный покой и те люди, чье место захоронения сейчас вызывает ожесточенные споры в российском обществе. Я думаю, понятно, о ком идет речь, но это, разумеется, вопрос политических обсуждений, дискуссий и, разумеется, вопрос согласия родственников, тех, кто будет в таком случае перезахораниваться. Хорошо. Ваше управление возникло на базе созданного еще в 1991 году, вот как написано у меня в справке, историк архивного военно-мемориального центра генерального штаба, который затем был трансформирован в отдел военно-мемориальной работы, потом появился военно-исторический центр вооруженных сил Российской Федерации, затем военно-мемориальный центр, и вот, наконец, управление Министерства обороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества, начальником которого вы являетесь. Наталья Валентиновна, первый вопрос в этой связи. Раз уж с 1991 года произошло так много итераций, пять или шесть раз проходила реформа, с чем это было связано? Искали оптимальные формы работы и найдены ли они сейчас, когда все это организуется по линии вашего управления? Ну, мне довольно сложно сказать, я не так давно возглавляю это управление, но, тем не менее, я думаю, что вы правы, что действительно был какой-то поиск каких-то форм, после еще, кстати, был военно-мемориальный центр, и только в 2008 году создано управление, причем оно тоже у нас, скажем так, находилось сначала у одного куратора, курирующего заместителя министра, сейчас у другого. Но вот сейчас наше управление в том виде, каком оно есть, выполняет основные задачи по руководству военно-мемориальной работы в стране, именно по координации и руководству. Ну, а если разложить эти задачи, что такое военно-мемориальная работа? Ну, давайте попробуем так вот потихонечку выстроиться. Ну, в первую очередь, мы понимаем, что в первую очередь идет речь о централизованном учете и паспортизации воинских захоронений, именно в централизованном учете, как в Российской Федерации, так и за рубежом. У нас, как мы говорили, вопрос идет о координации работы в стране, то есть мы понимаем, что у нас есть те или иные полномочия у Министерства иностранных дел, но в дальнейшем, я думаю, будут внесены какие-то изменения у Министерства регионального развития, у органов местного самоуправления. И мы должны решать и решаем те вопросы, которые касаются координации и, может быть, выполнения этими органами законодательства в области военно-мемориальной работы, в области увековечения памяти, как уполномоченный орган. Полномоченным органом мы стали с 2006 года Министерства обороны, стал уполномоченным органом в сфере увековечения памяти. Статистика по России и по зарубежным захоронениям, как это выглядит? И считаете ли вы, что все захоронения уже найдены, зафиксированы, переписаны и вступили в ваше ведение? Нет, конечно. Я даже хотела бы сказать, что, во-первых, есть такое понятие, что мы знаем о том, что эти захоронения есть, но с учетом того, что в соответствии с законом об увековечении памяти на каждое воинское захоронение должен быть установлен знак и составлен паспорт, вот паспортизировано, то есть взято на учет, конечно, гораздо меньшее число, чем их есть на самом деле. Можно предположить, вот какая доля уже паспортизирована. Понятно, что они, может быть, будут обнаруживаться и впредь, но что это сейчас? Предположительно, что только, наверное, около 70%. Около 70%. И это касается и мест захоронения на территории России, и тех, которые находятся за рубежом. Да, даже за рубежом, наверное, статистика более жесткая. Там, наверное, только половина захоронений, особенно с учетом того, что в свое время в основном паспорта составлялись, если речь идет, допустим, о странах Восточной Европы, то в группах войск, и с учетом тех изменений, которые произошли, еще много захоронений предстоит паспортизировать. Ну вот если так вот немножко цифр, то мы понимаем, что более 40 тысяч, даже более 45 тысяч воинских захоронений есть в 53 странах мира. Мы сейчас говорим за исключением России, вот все, что находится за рубежом. В принципе, вообще. Вот сейчас мы говорим вообще. Так. Ну, если говорить о за рубежом, то за рубежом мы понимаем, что больше 22 тысяч. Но при этом паспортизировано за рубежом порядка 12 тысяч воинских захоронений всего. А всего, включая Россию, порядка 31 тысячи воинских захоронений, в которых захоронено более 7 миллионов 300 тысяч человек. То есть, в общем-то, конечно, далеко не все. И работа еще предстоит очень большая. А вот что представляет собой паспортизация этих захоронений? Как она проводится? Кем? Какой порядок? Какие стандарты? Ну, существует паспорт воинского захоронения. Это такой формализованный документ. Он был разработан уже достаточно давно в Министерстве обороны. И паспортизацию ведут. Соответственно, в Российской Федерации должны вести, конечно, органы местного самоуправления. Но, опять же, за учет отвечают органы военного управления. Правда, они сейчас уже существуют несколько в ином виде, когда составлялись эти документы. Поэтому, вот если мы сейчас говорим о задаче номер один, то как раз задачу по паспортизации я поставила как задачу номер один. Точнее, как обновление существующих паспортов. Это с учетом того, что находятся новые захоронения. Благодаря поисковикам, низкий поклон им, находятся останки военнослужащих. И они захораниваются на тех воинских участках, которые есть. И даже на гражданских кладбищах. И, соответственно, мы понимаем, что там уже появляются новые воинские участки. Поэтому вопрос о паспортизации. С учетом того, что последняя паспортизация проводилась в начале 90-х годов. Это, конечно, вопрос сейчас номер один. А за рубежом она проводится силами российских загранучреждений. Мы понимаем, конечно, что сейчас... Ну, мы не будем как бы в подробности. Но, тем не менее, в каждом посольстве вопрос отрешается силами как консульских учреждений, так и аппаратов военных АТАШ. И у нас сейчас уже в нескольких государствах, я думаю, еще отдельно поговорим об этом, уже созданы представительства Министерства обороны по организации ведения военной реальной заработы за рубежом. Как раз, собственно, в тех государствах, где наибольшее количество воинских захоронений. И там, конечно, эту работу они полностью берут на себя. Мы сейчас обязательно к этому вернемся. Поскольку у нас аудитория в основном зарубежная, нас наверняка слушают люди, которые занимаются этой работой, которые ей интересуются. Вот, скажем, если у кого-то есть информация, и он не знает, известна она России, неизвестна она вашему управлению, куда ему идти с тем, чтобы поделиться информацией, которая у него есть. Что там было захоронение, там есть могила, там что-то происходило. Понятно. Но, конечно, те государства, вот еще раз мы говорим, мы к ним вернемся, где есть наше представительство, я думаю, что, конечно, здесь понятно, они пойдут к нашим представителям Минобороны по организации ведения военной реальной работы за рубежом. Если нет, то в консульские учреждения, потому что, соответственно, с суставом консульской службы за сохранность воинских захоронений российских, в принципе, как гражданских, так и воинских, отвечает у нас консульские учреждения Российской Федерации. Понятно. Хорошо. Тогда пойдем по странам. Можно перечислить страны, где наибольшее число воинских захоронений, находящихся в вашем ведении, и можно ли охарактеризовать уровень сотрудничества с этими странами, с каждым из этих государств есть соответствующее соглашение, везде ли эта работа идет беспроблемно, либо вы сталкиваетесь с какими-то проблемами. Сразу много вопросов вам задал. Ну ничего, мы сейчас потихонечку разберемся. Но вот мы еще раз, если можно, вернемся к тому, что мы понимаем, что у нас воинские захоронения, ну то есть вот российские, то есть мы понимаем советские воинские захоронения. Почему специально говорю, что советские? Потому что, если мы в дальнейшем об этом будем говорить, то то соглашение, которое заключено со странами-содружеством, мы понимаем, что если вот эти соглашения заключены, то речут именно советские, то есть наших общих захоронений, потому что разделить, конечно, российские, допустим, украинские, казахские мы, естественно, не сможем. Так вот, если речь идет о дальнем зарубежье, то у нас есть заключено на сегодняшний день 15 межправительственных соглашений по воинским захоронениям, ну формулировки названия может быть немножко там отличаться, но в целом именно по сохранности, с одной стороны, наших российских, как мы понимаем, советских воинских захоронений на территории этого государства, так и иностранных на территории Российской Федерации. Они такие двусторонние. Вот таких соглашений на сегодняшний день заключено 15. Плюс соглашения, как я уже говорила, со странами-содружеством независимых государств, межгосударственные соглашения. Там одно соглашение, многостороннее, если я не ошибаюсь. Да, оно многостороннее соглашение. Все государства СНГ участвуют? Нет, не все. Ну, большинство, скажем. Понятно. Большинство. Как и в других проектах по линии СНГ. Не будем обижать те, которые... Все равно я уверена, что люди, они тянутся и все равно участвуют в работе, но в дальнейшем, я думаю, присоединятся и те, кто не подписал. Но приятно уже то, что подписано соглашение было в 2011 году, и вот на сегодняшний день все государства, кто подписали, ратифицировали. И я так думаю, что следующим шагом будут сообщены в депозитарии стран Содружества те уполномоченные органы в странах, которые будут заниматься этим, и уже как уполномоченные органы мы непосредственно можем будет между собой общаться и решать все вопросы уже в рабочем порядке. А принцип, заложенный в это соглашение, я имею в виду многостороннее соглашение СНГ, он в чем? Что все, что на территории России, советские захоронения, это ответственность России. Все, что на территории Украины, Украина, Казахстан, Казахстан и так далее, включая финансовые обязательства. Ну и дальше, кто контролирует? Ну, можно представить себе ситуацию, что одна сторона в рамках этого соглашения относится ответственно к своим обязательствам и делает все, что от нее ожидает, а другая, ссылаясь на отсутствие средств, делает вид, что этой работой занимается. Возникает такая ситуация или теоретически? Она же может возникнуть. Давайте пока будем гипотетически об этом говорить. Сохранить оптимизм. Мы будем, во-первых, сохранить оптимизм, а во-вторых, я уверена, что те государства, у которых есть какие-то проблемы, они выправятся, и вы правы действительно в соответствии с соглашением. Каждая из тех государств на территории, которые находятся, вот эти самые советские наши общие воинские захоронения, отвечают за паспортизацию, за сохранность и, естественно, финансирование. Вот, ну, при, естественно, возможном участии любой из сторон, если та со своей стороны такое желание изъявит. Что касается выполнения, ну, как, в принципе, конечно, каждое из государств, оно ответственно само. Если поступают какие-то, ну, бывают там жалобы или какие-то возникают проблемные ситуации, есть у нас такой орган, ведь в странах, ну, Содружество — это военный мемориальный комитет при Совете Министров обороны, стран Содружества, ну, в общем-то, вопросы какие-то выносятся и туда, если есть необходимость, может быть вынесено Совет Министров обороны, если все государства входят, ну, не все там государства, как бы в этом Совете Министров обороны участвуют, но тем не менее, ну, какие-то, то есть, рычаги есть. Плюс вот мы разъясняем, что через посольство, как бы, разъяснять позиции этого соглашения и призывать, в общем-то, те государства, которые подписали соглашение, к его выполнению. Ладно, будем надеяться, что эта работа в рамках СНГ будет развиваться беспроблемно, и что она не будет наталкиваться на какие-то политические спекуляции и инсинуации. А возвращаясь к дальнему зарубежью, 15 стран, вы сказали, это уже оптимальное число, это все те страны, с которыми мы должны были заключить соглашение, или есть еще группа государств, которые еще ожидают этого события? Есть. Ну, вот, во-первых, мы понимаем, что, когда речь это вообще обо всех государствах дальнего зарубежья, с которыми заключены не соглашения, конечно, это главенство Женевских конвенций 49-го года, в принципе, сохранность предполагается уже в соответствии даже с ними. Но вот те 15 соглашений, которые есть, во-первых, я назову те, которые у нас не только соглашения, но и есть представительства. Это Германия, понятно, это Польша, это Венгрия, это Румыния, это Чехия, и у нас еще представительство открыто, но пока мы говорим, правда, хотя говорила сейчас о Европе, но тем не менее есть в Китайской Народной Республике. Это вот 6 государств, с которыми у нас заключены соглашения, и здесь, конечно, в плане военной мемориальной работы нам понятнее, и, в общем-то, понять не в какой-то степени проще, потому что у нас есть те наши форпосты, через которые мы работаем. Ну, кроме того, соглашения заключены у нас сейчас со Словакии, с Латвии, с Финляндии, с Италии, с Монголии, с Турцией, с Сербии, с Японией. Вот, и у нас идет работа над соглашением, правильно вы совершенно говорите, конечно, нас очень интересуют страны Балтии, вот сейчас уже длительно... С Латвии соглашения есть, с Литвой, с Эстонией пока нет, правильно я вас понял, да? С Литвой, с Эстонией нет. А переговоры идут? Да. Вот, причем с Литвой они так идут уже плотно, и в течение достаточно длительного времени. Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на это соглашение. У нас есть вопросы, которые, как бы, ну, каждый из сторон хотел бы все-таки, чтобы было учтены в соглашении. Вот такие соглашения есть, и такие вопросы есть. И еще плюс у нас ведется работа над проектами соглашения с Болгарией и со странами Британского Содружества. Чтобы не уйти далеко, Эстония, поскольку у всех на слуху памятные события, связанные с переносом памятника, там есть переговорный процесс? Есть какие-то перспективы на заключение соглашения? Ну, мне показалось, что пока с Литвой более активный процесс идет. То есть в Эстонии политика продолжает мешать. Понятно, хорошо. Я слышал, что существует объединенный банк данных под названием «Мемориал». В этой части существует сайт Министерства обороны, где эти сведения выложены. Что из себя представляет этот банк? Что из себя представляет этот сайт? Какую информацию там можно найти? И насколько он подлежит развитию за счет сведений, которые могли бы поступать от энтузиастов? Ну, сначала мы в целом расскажем, если можно, по поводу интернет-ресурсов. Я бы все-таки объединила. У нас не только объединенный банк данных, есть еще и подвиг народа. И сейчас оба этих интернет-ресурсами наобороны будут вести наше управление. Оба этих сайта – это поисковые системы. Оба сайта базируются на архивных документах. И вот я здесь сразу скажу, насколько мы сможем пополнять за счет энтузиастов. Это не очень простой вопрос, потому что действительно то, что находится, по всей видимости, должно быть все-таки сверено с данными Центрального архива. Потому что отличие как раз наших сайтов, что полностью, каждая строчка, самая даже мельчайшая информация или о погибшем, или о награжденном в годы Великой Отечественной войны, она подкрепляется непосредственно архивным документом. То есть у нас существует образ документа, и к нему, собственно, из него у нас и появляется так называемая запись. Поэтому у нас записей, конечно, гораздо больше, чем тех людей, которых содержится информация, потому что документов много, массив очень большой. Но вот на сегодняшний день в Объединенном банке данных уже более 30 миллионов записей. Мы понимаем, конечно, что в одном и том же человеке может быть где-то 2, где-то 3, где-то 5 записей. Конечно, логика, она требует соединения. Но не всегда это просто даже физически возможно. Потому что если бы мы понимали, что есть и фамилия, и имя, и отчество, и год рождения, откуда призван, вот они соединяются, тогда проще. Понятно, что речь идет об одном человеке. Но иногда, мало того, что нет, допустим, имени, отчества, есть только инициалы, порой написано с ошибками, ну, понятно, что это архивные документы. Но бывает, что родственники, родственники сами находят, встречают и говорят, что вот этот, этот и этот документ, это речь идет об одном человеке. Тогда мы их связываем. То есть это поисковые системы, в котором в объединенном банке данных в основном содержатся сведения о погибших в годы Великой Отечественной войны, о тех местах, где они захоронены, на каких, на основе каких документов появилась эта информация, в интернет-ресурсе «Подвиг народа». Данные о тех, кто был награжден в ходе Великой Отечественной войны. Практически мы полностью оцифрованы все номерные награды. Это более 12 миллионов наградных листов. Но еще тоже работа предстоит большая. Мы планируем оцифровку и неномерных наград, то есть те медали, которые были получены в годы Великой Отечественной войны. Я скажу больше. Мы планируем создать еще один сайт, который их свяжет между собой, свяжет через карту. Есть такая задумка, и надеюсь, что она в ближайшее время будет реализована, что мы через карту, скажем, современную, будут заложены карты военного времени. То есть путем клика на то или иное место появится вопрос, какой год интересует. И опять же через поисковый запрос можно будет поднять карту военного времени этого периода на этом месте, на этой территории. И, соответственно, дальше вопросник будет уже распределять или на сайт ОБД, или на подвиг народа, что интересует. Кто захоронен в этом месте, кто погиб в этом месте. Или, допустим, кто был награжден, какой подвиг совершил. И, соответственно, будет уже отсылка к сайту подвиг народа. Это как быстро можно будет сделать? Когда запустите? Ой, вы знаете, мы очень надеемся, мы очень бы хотели, чтобы это хотя бы уже начало работать. Другое дело, что наполнение, естественно, оно будет и дальше идти. Но чтобы оно начало работать к 70-летию победы Великой Отечественной войны, по крайней мере, с нашей стороны будем делать все возможное. Замечательный проект. Желаю вам в этом успеха. Есть ли какие-то особенности содержания российских, советских захоронений на территории той или иной страны? Или примерно одинаково все это выглядит и организовано? Если заключены межправительственные соглашения, это прописывается в соглашении. Как правило, это вот такая двусторонняя, как я уже говорила, ответственность. То есть за уход, за воинскими захоронениями российскими, советскими осуществляет та страна, на территории которой они находятся. Ну и, соответственно, уход должен осуществляться с нашей стороны за иностранными. Но я еще раз подчеркиваю, это уход. Но если речь идет о ремонте, реконструкции, то есть, ну, уже как бы дополнительных вложениях, это уже, конечно, заинтересованная страна. Как правило, это основная позиция. Но есть особенности по ряду государств, в частности, по Германии, где в свое время государство взяло на себя полностью уход, содержание и ремонт за воинскими захоронениями. И вот не так давно, как раз в декабре прошлого года, отмечалось 20 лет со дня подписания соглашения, была большая конференция такая двусторонняя. И действительно было очень приятно слышать, когда представители земель Германии говорили о тех или иных проблемах, которые связаны с нашими российскими воинскими захоронениями, каких-то проблемах финансирования. Причем говорили с такой болью, с такой заинтересованностью. Это действительно очень трогало. И вот действительно действовал вот тот самый лозунг Германского Народного Союза, примирение над могилами, которая, наверное, очень мудрая фраза. То есть мы понимаем, что, конечно, историю мы не должны забывать, но вместе с тем мы должны жить в мире. И, наверное, эти соглашения, они только способствуют этому процессу. Люди, которые захоронены в соответствующих местах, наверное, много вопросов по их судьбам, как они оказались в этом месте, что с ними произошло. Вот здесь как идет взаимодействие с современными органами власти тех стран, на территории которых находится захоронение? Ну, такой вот непростой вопрос, потому что в каждом, конечно, государстве по-своему, но вот я сейчас просто как бы взяла, если позволите, Польшу, потому что сейчас очень активно там работает наше представительство, очень много вопросов. И более того, там как раз сейчас, вот если мы говорим о том, что мы понимаем, что, во-первых, не все паспортизированы, и даже в тех паспортизированных воинских захоронениях, вот те, кто там захоронен, имена известны, ну, по крайней мере, вот сейчас в нынешних паспортах очень малого количества, то есть 20-30% известны имена. Причем мы понимаем, что эти имена можно найти. Ну, вот я почему говорю на примере Польши. В 50-е и 60-е годы очень активно шел процесс укрупнения воинских захоронений. Ну, мы понимаем, что идет рост городов, в общем-то, строительство и так далее, хотя сейчас, конечно, эти все процессы мы очень ограничиваем. Вот. Но, тем не менее, это факт. И, к сожалению, многие имена, они не то, что были утеряны, но, скажем так, они не были зафиксированы в момент переноса, не были прописаны. Хотя в картах, и, точнее, в протоколах эксгумации эти имена есть, и хранятся они в основном в архивах Польского Красного Креста. И вот сейчас, когда на этот пласт документов мы вышли, собственно, оказалось возможно, что когда сравнивается протокол эксгумации, сравнивается вот те документы, которые есть у нас, ну, сравнивается, как мы понимаем, уже программно, то есть это не мы там, а уже программа сравнивает компьютерное, вот того самого объединенного банка данных, с теми донесениями о потерях, то есть с первичным местом захоронения. И, собственно говоря, путем сопоставления появляются имена уже на тех современных захоронениях, которые сейчас, вот в частности, есть на территории Польши. Мы рассчитываем, что в результате работы представительства цифра известных значительно возрастет и белых пятен станет намного-намного меньше. Следующий вопрос, наверное, трудный будет, поскольку немножечко сам понимая ситуацию, вот мы говорили сейчас о захоронениях, есть еще тема памятников, мемориальных комплексов, какие-то привязаны к захоронениям, какие-то нет. Это тоже ваша зона ответственности, и если да, то как здесь организована работа, и есть ли на нее, на эту работу деньги? Да, вопрос действительно очень проблемный. Дело в том, что в некоторых межправительственных соглашениях прописаны памятники, отдельно стоящие памятники. Если это прописано, то здесь, конечно, проще, потому что это идет как бы в рамках соглашения. Но, как правило, когда речь идет о межправительственных соглашениях, есть момент разделения. То есть одно дело памятники, которые на захоронениях стоят, другое дело отдельно стоящие мемориалы. И здесь, конечно, вопрос проблемный, потому что те средства, которые выделяются Российской Федерацией на сохранность наших воинских захоронений за рубежом, они выделяются по линии МИДа России, они предполагают именно направление этих средств на сохранность захоронений. И поэтому наши памятники, те, которые находятся за рубежом, конечно, нуждаются в уходе. И здесь вот просто надо будет нам как-то думать и, может, даже обращаться к нашим соотечественникам и к тем странам, где они находятся. Вот есть, конечно, примеры иногда просто щемящие, что люди сами, вот я, например, знаю, допустим, страны в Словении просто потрясающие, что местные жители ухаживают за нашими воинскими захоронениями, причем, когда смотришь фотографии, просто действительно в пояс хочется поклониться этим людям, которые за счет своих средств в таком состоянии поддерживают наши воинские захоронения. Поэтому вопрос, конечно, сохранности памятников – это вопрос. Я думаю, что мы к этому вернемся, и, наверное, даже совместно. Я тоже на это рассчитываю. Я когда признавался в некоторой собственной компетентности по этому вопросу, я как раз имел в виду выстраивание нашей совместной работы, потому что то, что делается, делается очень качественно и своевременно, и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел, в части, касающейся гражданских захоронений, что-то делается по линии Российской области. Но все равно остаются, если там не белые пятна, то какие-то пересекающиеся сферы, где ответственность размывается, и непонятно, кто за что отвечает. Но в качестве примера я сам не так давно был в Белграде, там в центре города, так называемый «Русский некрополь», это в основном белая миграция, но в самом центре стоит такой столб, памятник. На нем написано Николаю II 1914, точка. Больше там нету. Что это такое? Если это памятник Первой мировой войне, это вроде бы ваша сфера ответственности. Это Николаю II, это что-то второе. Если это белая миграция, это третье. И вот найти точные адресаты, мне кажется, мы сможем, только если мы эту всю работу выстроим системно, комплексно. И я в эфире предлагаю Министерству обороны от имени Россотрудничества, но уверен, что нас и Министерство иностранных дел поддержит, сплотить в этом смысле усилия. Времени не так много остается, поэтому, если позволите, последний вопрос. Первая мировая война, мною упомянутая, мы в основном говорили сейчас о Великой Отечественной войне, о Второй мировой. Вот в преддверии первого столетия, начала Первой мировой войны, по вашей линии какие-то мероприятия задуманы, планируются? По нашей линии планируется паспортизация захоронения периода Первой мировой войны, она уже начата, и речь идет как раз о странах Восточной Европы, где, собственно говоря, проходили эти события. И с учетом того, что я еще являюсь председателем рабочей группы номер 3 Российского организационного комитета Победы, мы планируем, что этот вопрос тоже у нас будет обсуждаться. И мы понимаем, что речь идет и о паспортизации захоронений, в частности, у нас в Калининградской области, в Российской Федерации, и также за рубежом. И надеемся, что в результате этой работы мы создадим некий каталог, наверное, российских захоронений периода Первой мировой войны. Вот, наверное, пока так. Спасибо, успехов вам и в этой работе. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что в студии сегодня была Наталья Валентиновна Белоусова, начальник управления Министерства обороны Российской Федерации по вековечению памяти погибших при защите Отечества. Ну, разумеется, наш разговор состоялся в связи с тем, что накануне, два дня назад, в России и в ряде других государств вспоминали тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, в день памяти и скорби, в тот день, когда в 1941 году началась война. Да, и, конечно, мы помним ушедших, мы скорбим по ним, и мы, конечно, не дадим никому этот подвиг умолить и тем более исказить. Спасибо, Наталья Валентиновна, за то, что вы были у нас в студии, и с вами, как всегда, был я, Константин Косачев, руководитель Россотрудничества и спецпредставитель президента России по связям с государственными участниками СНГ. Смотрите нас, слушайте нас, спорьте с нами, но самое главное, будьте с нами. До новых встреч в эфире. Голос России представляет. Авторская программа «Разговор с Константином Косачевым».